Банки ТВ На мое имя в Октябрьском отделении Сбербанка Россия 5410 в 2011 году формен ипотечный кредит на сумму 567 тысяч рублей. В 2015 году банк без моего ведома сделал мне операцию реструктуризации увеличив сумму долга, изменив тем самым договор в одностороннем порядке. Данное действие повлекло с собой то, что у меня увеличились ежемесячные платежи. Не зная того, что у меня была проведена операция реструктуризации, я вносила денежные средства из расчета суммы 7400-301, как у меня указано в графике платежей, сформированным на момент заключения договора. Подчеркну, по словам Юлии, она ничего не знала о реструктуризации и не подписывала никаких доп. соглашений, но не отрицает, что допустила просрочку по кредиту, попав под сокращение в Сбербанке, сотрудницей которого она раньше являлась. В апреле месяце 2016 года мною погашены все пени просрочки, которые возникали за период, когда у меня отсутствовало трудоустройство. Это было на протяжении 2-3 месяцев, были сбои при оплате платежей. И с апреля месяца, внося все денежные средства своевременно, без просрочек, но после отмены операции реструктуризации у меня высветилось пени 76 тысяч рублей. Причину их образования банк не знает. Откуда они возникли, банк мне ответа не дает. И все это время девушка вела активную переписку с банком, выясняя, что происходило с платежами, откуда взялись штрафы и пени. Также задавала вопросы о проведенной реструктуризации. Выяснено, что у меня на судном счету не прошли 2 операции на сумму 7800 рублей и 1 операция на сумму 3154 рубля от 2015 года. Сейчас банк утверждает, что у меня просроченная задолженность от 2015 года, там более 600 дней просроченной задолженности, они меня считали пени. Любопытно и то, что в ходе переписки банк признал ряд ошибок по списанию и зачислению средств клиентки. Но почему-то на ход дела и на разрешение вопроса это не повлияло. Мы вместе с коллегами из юридического отдела тоже изучили предоставленные клиенткой документы и выписки. Возможно, в данной ситуации у нашей героини проблема сложилась в том, что у нее было несколько кредитов, где списание было подключено к одному счету. Когда она вносила денежные средства, списание могли производиться по одному из этих кредитов. Из-за этого могла возникнуть путаница. И наши предположения подтвердили представители Сбербанка, когда мы запросили комментарий по данному делу. Мероприятия по взысканию задолженности реализованы банком в соответствии с действующим законодательством. Все внесенные клиентам платежи учтены нашим банком корректно. Они были направлены на погашение задолженности клиента по другим кредитам, оформленным в Сбербанке. Банк передал дело в суд и с сентября месяца по январь 2017 года шел судебный процесс. Вынес на судебное решение иск Сбербанка удовлетворить, наложить арест на квартиру и взыскать с меня всю сумму долга, которая по состоянию на сейчас составляет 400 тысяч рублей. Героиня утверждает, что суд не уделил должного внимания фактам и документам, которые она предоставила в свою защиту, полностью поддержав позицию банка. По словам клиентки, с 2011 года она уже выплатила банку 480 тысяч рублей. Решение суда для девушки прозвучало как приговор, потому что озвученной суммы у нее попросту нет. А это самая квартира, их с ребенком, единственное жилье. Суд первой инстанции обратил внимание на пункт в договоре, который был заключен между героиней и банком. В данном случае, в этом пункте сказано, что в случае даже одноразовой просрочки, банк может обратиться в суд для взыскания денежных средств с нашей героиней и также обратить взыскание на квартиру. На квартиру, которая заложена в банке, может быть обращено взыскание, потому что она является предметом залога, даже если это единственное жилье. Если бы она не была заложена в банке, то тогда квартиру суд бы оставил у нашей собственницы. Квартиру на момент обращения банка в суд оценили по минимуму 630 тысяч рублей. 630 тысяч рублей – это стоимость, указанная мною при приобретении квартиры в 2011 году. По словам клиентки, за время проживания в квартире она сделала дорогостоящий ремонт, и теперь это жилье должно стоить как минимум вдвое дороже указанной стоимости. Свою позицию по этому поводу банк нам также разъяснил. Учитывая, что на досудебном этапе между банком и заемщиком не были достигнуты договоренности об урегулировании задолженности, банкам было реализовано право решения вопроса в суде в соответствии с предусмотренным законодательством порядком. Начальная продажная цена имущества, указанная в размере залоговой стоимости квартиры, утверждена на основании отчета об оценке, проведенной при получении кредита. При этом в рамках судебного разбирательства заемщик мог заявить ходатайство о необходимости актуализации оценки, однако данным правом не воспользовался. Но чтобы воспользоваться этим правом, надо о нем хотя бы знать. По словам Юлии, она не знала о возможности провести переоценку квартиры. Представители банка, а также адвокат, ей об этом не рассказали. Интересно также, каким образом защита предоставляла доказательства в пользу героини. Изучив материалы дела и постановления суда, наши коллеги заметили ряд странностей. Одновременно с этим банк подтверждает, что осуществлял ошибочные операции. Именно на этом нужно было в суде первой инстанции делать ударение ее адвокату и строить защиту на том, что банк совершал ошибки. И почему-то со стороны клиентки на суде не было выдвинуто возражений по ряду претензий банка. Возможно, это как раз тот самый случай, когда стоило воспользоваться услугами хорошего адвоката, ведь шансы были. Отметим также, что в процессе судебных разбирательств клиентка продолжала искать варианты разрешения этого спора. Неоднократно я обращаюсь в банк, написав более уже 120 или 130 обращений о том, чтобы мне зачислили эти денежные средства, которые я приводила по форме 187 на судный счет. Банк мне отказывает. Меня посылают из филиала, в отдел по работе с просроченной задолженностью, оттуда опять филиал, пишу везде письма во все инстанции, никто мне помочь не может. Длительное время с клиенткой общались и специалисты профильного подразделения Сбербанка, службы заботы о клиентах. Со времени, как к этой истории подключился проект Банки ТВ, в разговорах не раз фигурировалось в сочетании мирное соглашение. Но клиентка утверждает, что никаких конкретных условий банк до сих пор ей не озвучил. В данный момент героиня подала апелляцию и готовится к новому судебному заседанию. Представители Сбербанка, в свою очередь, дали нам понять, что настроены решить вопрос по-человечески. Судом было вынесено решение в пользу банка. Апелляционная жалоба заемщика принята судом к рассмотрению. Но, руководствуясь клиента ориентированной политикой, банк обозначил клиенту свою готовность заключить мировое соглашение. В настоящее время между банком и клиентом ведутся переговоры, и мы уверены, что при условии реальной заинтересованности клиента нам удастся достичь компромисса. Поскольку к моменту выхода сюжета мы так и не получили от клиентки подтверждение, что банк озвучил ей конкретные условия, финал остается открытым. Мы надеемся, что сторонам удастся прийти к компромиссу. В крайнем случае, желаем героине найти грамотного специалиста, который будет представлять ее интересы в рамках последующих судебных тяжб. Продолжаем следить за развитием этой истории, но позвольте вернуться к самому началу. Путаницы и просрочки в платежах возникли из-за того, что деньги зачислялись в счет разных кредитов. Наш юрист очень просил это озвучить. Героиня, в свою очередь, могла бы это отследить через Сбербанк онлайн и видеть, по какому кредиту зачитываются платежи. Мы не говорим, что банк всегда прав, равно как и не всегда защищаем клиентов, но контроль за вашими деньгами – это ваша задача. А вся правда о деньгах по-прежнему здесь, на Банке.ру. Продолжение следует...